Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня я хочу вам показать несколько позиций истоклеточных шашек, которые адаптированы под реалии русских шашек. Вообще, друзья, я играю в русские, бразильские истоклеточные шашки. И чем больше играю, тем больше убеждаюсь, что полезно это делать, так как, играя в разные виды шашек, вы узнаете много разных идей и затем вам проще играть. Кстати, напишите, какие игры вам больше всего нравятся, какая у вас любимая игра и в какие игры вы любите играть вообще. Ну, я имею ввиду интеллектуальные игры. Первая позиция, я назвал ее «Витязь на распутье» это адаптация этюда с Хейнина истоклеточных шашек 1940 года. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти выигрыш за белых. Белые начинают и выигрывают ходом ЕФ8. Теперь у черных есть два хода – СБ4 и СД4. После СБ4 возникает прием застава. То есть, видите, белые обрезают черных по большой дороге и выигрывают. Если черные играют СД4, тогда нападаем по большой дороге, надо отходить. Нападаем еще раз и черным надо отдавать шашку. Лучшего нет. Теперь после хода АБ2 белые играют АЖ7 и возникает прием распутия. То есть, куда бы черные не поставили шашку, они проигрывают. То есть, если ставить дамку на А1, тогда возникает так называемый столбняк. И черным необходимо сдаться. А если ставить дамку на С1, то дамка черных тут же гибнет. Как там в сказке? Прямо поедешь, жизнь потеряешь, налево поедешь, женат будешь, направо поедешь, богат будешь. Ну, вот тут, друзья, видите, куда черные не сыграют, везде плохо, они везде проигрывают. А вот это этюд с Хейниной из стоклеточных шашек. То есть, тут то же самое, видите, решение. Благодаря этой идее, видите, можно выиграть партию не только в стоклеточные, но и в русские, а также и в бразильские шашки. Следующая позиция, известная под названием позиция маркиза или позиция тасси. В 18 веке в городе Марсель, что на юге Франции, портовый город, жил известный шашист под прозвищем маркиз. Он был весьма посредственный игрок в шашки, но он постоянно посещал местные кафе и прочие места, где шла игра. Сам он, друзья, не играл, а только наблюдал, как играют другие. Когда кто-нибудь из зрителей делал замечание о ходе игры, маркиз вступал с ним в спор. Тогда ему, как велось, предлагали помериться силами. Но от игры он отказывался, расставлял свою позицию, предлагая оппоненту назвать возможный результат партии. Если тот говорил о выигрыше, маркиз настаивал на ничьей. А когда говорили о ничьей, маркиз утверждал, что позиции выигрыш. Затем он заключал денежные пари и, как правило, маркиз всегда побеждал. Но в этом нет ничего удивительного, так как позиция очень сложная и обманчивая и требует точной игры от обеих сторон. А маркиз знал все скрытые подводные камни. Друзья, поставьте видео на паузу, а еще лучше расставьте шашки на своей доске и попробуйте предсказать результат партии при ходе белых. Что же тут все-таки, выигрыш или ничья? Ну, начнем смотреть. Первый ход белых сыграть на поле 35. В чем идея? Теперь, видите, нельзя играть на поле 5, потому что дамка попадает в петлю. Ну и белые побеждают за счет так называемой вилки. Или прием по-другому носит название штаны. Так, если черные в этой позиции играют на срединные поля, да, любое поле, тогда выигрывает так называемый трамплин. На трамплине мы еще остановимся отдельно. Тут есть интересная история. Значит, у черных единственный ответ, по сути, сыграть шашкой на поле 11. Теперь белым надо играть на поле 44. Вернее, 40. Обратите внимание, что если напасть с поля 44, то черные могут быстро форсировать ничью. Допустим, сыграть на поле 23. И когда белые бьют шашку, черные уходят на поле 1. Ну и как известно, 3 дамки в 100-клеточных шашках у одинокой дамки не выигрывают. Затем, когда белые поведут эту шашку в дамки, черные отдадут шашку, и это ничья. Соответственно, белые знают это и играют на поле 40. Теперь первая ловушка. Значит, нельзя играть на поле 17, потому что белые побеждают. Они играют на поле 18. Теперь у черных есть 3 варианта. Ну, отдачу шашки мы рассмотрим чуть попозже. Если черные играют, допустим, на поле 5, тогда выигрывает снова прием под названием столбняк. Отдаем дамку. Затем строим трамплин. И черным некуда ходить. Остается только сдаться. Если черные это видят, допустим, ведут шашку на бортик, тогда играем на поле 22. Ждем. Черные уводят дамку на бортик, и играем на поле 27. То есть, видите, снова бесполезно играть на поле 5 из-за столбняка и трамплина. Поэтому черным приходится отдавать шашку. Посмотрим еще вот тут выиграешь. Теперь черные вынуждены бегать по полям 46.5 из-за того, что трамплин грозит. Ну и белые легко выигрывают. То есть, допустим, ставим дамку на поле 18. Черные бегают. Затем на поле 40. Черные бегают. Затем делаем выжидательный код. Черные бегают. Ну и затем играем на поле 35. И черным некуда ходить. То есть, на срединные поля нельзя из-за трамплина. А на поле 5 нельзя из-за петли. И белые побеждают. То есть, рассмотрели. Ход 17 уже проигрывает. Правильно, конечно, играть на поле 16. Теперь белые ставят ловушку. Играют на поле 1. Если черные в этой позиции сыграют 21, то они снова проигрывают. Белые играют на 18. И позиция сводится к тем вариантам, которые мы только что рассмотрели. Поэтому в этой позиции черным правильно играть только на поле 5. Теперь белые возвращаются на поле 40. И черным надо снова сыграть на 46. Белые видят, что черные не торопятся сдвигать шашку и заставляют их пойти именно шашкой. Играют на поле 35. Теперь у черных дамкой ходов нет. То есть, она будет поймана. Поэтому приходится играть на поле 21. Тогда белые снова играют на поле 44. И снова тут есть две ловушки. Правильно сыграть на поле 27. Этот ход ведет все-таки... Еще не проигрывает, так скажем. Если сыграть на поле 26, то мы уже эти идеи знаем. Играем на поле 22. И черным остается только сдаться. Если же черные играют на поле 5, тогда снова играем на поле 22. Ну и рассмотрим еще раз этот вариант. Допустим, черные бегают по большой дороге. Ждем. Допустим, сыграли на 26. Ждем. Допустим, на 5. Ну и снова отдали шашку. Трамплин и столбняк. С выигрышем. То есть в этой позиции, конечно, правильно играть на поле 27. Теперь белые играют на 33. И снова ставят ловушку. Если сыграть на поле 32, то это проигрыш. Подумайте, как можно выиграть. Белые играют на поле 42. И черным приходится отдать эту шашку. Либо сюда, либо сюда. Ну и все сводится к тем идеям, которые мы уже видели. Поэтому правильно играть на поле 31. Белые продолжают ставить ловушки. Играют на 38. Снова проигрывает ход на поле 37. Потому что белые играют на 47. И черные вынуждены отдать шашку. И проигрывают. Из-за трамплина. Так. Если черные в этой позиции играют правильно 36. Тогда белые играют снова на 33. Ну, естественно. Дамке идти нельзя. Потому что белые выиграют с помощью запирания. Видите. И дамка, и две шашки остаются в заперти. Так называемый туалет. Или по-русски сортир. Туалет типа сортира. Обозначенный на карте буквами Мэй и Жо. Ха-ха-ха-ха. Внимательнее будь. Так. Если черные здесь пытаются форсировать ничью. Допустим, играют на 19. То белые здесь также красиво побеждают. Тоже остановите видео и попытайтесь найти выигрыш. Бьем на 13. И когда черные бьют шашкой, бьем вот именно этой дамкой на поле 15. И теперь после единственного хода снова знакомый нам прием. Распутие. Куда дамку не ставь. Так будет столбняк. А так дамка ловится. И белые побеждают. Если же черные в этой позиции находят единственный ход на поле 5. Тогда белые продолжают свои ловушки. Играют на 44. Черным надо играть снова на 46. Играют на 35. Вот здесь правильно сыграть на поле 5. Черная дамка ловится в петлю. Но это только ничья. Видите? То есть куда бы белые не побили, либо вот эта шашка проходит дамки, либо вот эта шашка проходит дамки. То есть черные играют на поле 20. Грозят отдать эту шашку и провести вот эту. Либо вот эта шашка пройдет дамки. Это ничья. Можете убедиться в этом сами. Если же черные в этой позиции сыграют. Если же черные в этой позиции вместо правильного хода на поле 5 сыграют на поле 41. То белые снова побеждают. Снова так называемый туалет. Или запирание по-научному. Играем на 47. Ну и когда черные бьют, можем побить куда угодно. Допустим на 19. И черная дамка и шашка остаются в заперти. Вот друзья, это позиция Маркиза. Или позиция Таси. Я ее переделал под русские шашки. И у меня получилась позиция президента Трампа. Этюдный выигрыш от Олега Бурылова. Почему позиция президента Трампа? Занимаюсь с девочкой Аней. Стоклеточные шашки. И мы с ней, так скажем, прикалываемся. То есть неинтересно же называть вот этот прием трамплин, да? Когда белые отдают, ну допустим черные играют на срединное поле, белые отдают шашку и затем бьют шашку и дамку. Это трамплин. Мы с ней придумаем с Аней всякие разные интересные названия. Я как-то предложил, думаю, давай назовем вот это прием президента Трампа. Ну потому что трамплин Трамп. Ей понравилось. Вот сейчас мы называем такие приемы президент Трамп. То есть я всегда спрашиваю своих учеников, как выиграть, допустим, в определенной позиции и как называется этот прием. И вот Аня у меня всегда уже, когда трамплин, называют президент Трамп. Друзья, так легко запоминать, ну и весело тоже. Значит, в этой позиции ход белых. Белые начинают и выигрывают. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти выигрыш. То есть в стоклеточных шашках позиция маркиза Тасси это ничейная, а в русских вот эта позиция это уже выигрыш. Первый ход ЖАЖ-2. То есть видите, нельзя останавливаться на срединные поля. Потому что на любое поле будет трамплин. Ну или как мы называем президент Трамп. И белые побеждают. Так, если черные играют на поле H8, тогда здесь выигрывают за белых петля. Ловим черную дамку. И выигрываем с помощью приема вилка или штаны. Нападаем на черную шашку. И затем держим одной дамкой обе шашки. У черных и черным надо сдаваться. Так, у черных поэтому единственный ход в этой позиции АБ6. Тогда нападаем с поля Ж1. Ну и вот здесь уже черным лучше всего отдать шашку. Мы рассмотрим вот эти варианты позже. Если же черные играют на поле А5, то это простой выигрыш. Смотрите, играем дамкой на С5. И черным остается отдать шашку. Потому что они не могут снова останавливаться на срединных полях. Из-за президента Трампа. Ха-ха-ха-ха. И белые побеждают. Если же черные играют на поле H8, тогда здесь выигрывает прием столбняк. Жертвуем дамку. Затем отдаем шашку. И снова побеждаем. Черным некуда ходить. Поэтому черным в этой позиции приходится отдать шашку. Ну и снова на срединные поля нельзя. Из-за президента Трампа приходится играть на поле H8. Но тут простой выигрыш. Переводим дамку на поле H2. Тут еще надо сделать выжидательный ход. Да, черные вынуждены бегать только из угла в угол. Ну и после выжидательного хода заводим дамку на H2. Черным приходится играть на H8. Ну и дамка черных попадает в петлю. Выигрыш. Теперь рассмотрим вариант, если черные вот в этой позиции жертвуют шашку. Они могут сыграть либо по тройнику, либо по косяку. Если черные жертвуют шашку и играют по тройнику, в надежде сделать ничью, тогда здесь выигрывают просто ход GF6. Допустим, на пале закрылись. Ну и на большой дороге черным нельзя оставаться, потому что белые ставят дамку с А7 на Д4, и черным некуда ходить. Снова прием. Столбняк. Если же черные уходят, допустим, на А3 или С1, без разницы, тогда переводим вторую дамку на Д4, затем постепенно проводим эту шашку в дамки, переводим затем дамки на поля H2, H4 и H8, строим так называемую боевую позицию и побеждаем. Кто не знает, как строить боевые позиции, подсказку оставлю в верхнем правом углу. Я уже записывал подобное видео. Тут несложный выигрыш. Поэтому черным вот в этой позиции лучше всего было отдать шашку и сыграть на поле С3. Теперь у черных есть... Ну, в принципе, тут без разницы на Е1 или А5 играть. Везде выигрыш. Рассмотрим такой вариант. Если они играют на А5 с угрозой напасть на шашку G5 с поля D8, тогда переводим дамку А7 на поле F2. Видите, черные не могут играть на серединные поля, потому что белые играют либо дамкой на H2, либо на B8, смотря где черная становится. Ну, здесь, допустим, нельзя на B4 из-за президента Трампа. Поэтому у черных есть два варианта в этой позиции. Либо на Е1 сыграть, либо на D8. Если черные играют, допустим, на D8, здесь простой выигрыш. Отходим на Е1 и ловим дамку черных с выигрышем. Если черные нападают с поля Е1, тогда здесь надо сделать точный ход. Уводим дамку на поле B6 и черным некуда ходить. То есть, если они нападают с поля H4, тогда дамка их тут же ловится. И выигрываем с помощью запирания. Если же черные нападают с поля А5, ну, единственный ход, нельзя на серединные поля опять же из-за президента Трампа. Поэтому остается играть дамкой только на поле А5. Отходим на D8. Снова приходится играть на поле Е1. Единственный ход играем на А5. Ну, и после единственного хода на H4. То есть, на F2 здесь нельзя играть. Потому что белые уже отдают шашку в эту сторону. Играют на B8. Снова президент Трамп. Поэтому приходится играть в этой позиции на поле H4. Ну, и дамка черных снова гибнет. И белые побеждают с помощью запирания. Или, как я называю, туалет. Вот, друзья, играйте в разные виды шашек. Все это полезно. Можно еще и в шахматы играть. Друзья, чему-то еще и... Я и в шахматах научился. Но пока не могу это сформулировать. Все-таки интеллектуальные игры помогают развить мозг и приносят удовлетворение от игры и от побед. Если вам понравилось данное видео, не забывайте поддержать мое творчество Лукасом и подпиской. До свидания, друзья. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.